здравствуйте друзья сегодня мы движемся за пределы костамской области по направлению на переславль-залевский в местечко поречье и свой рассказ я сегодня начну о поречье рыбное не хотел я делать никакого большого видео про поездку в ростов но здесь все-таки наверное чуть-чуть расскажу сейчас мы приехали в поречье рыбное это недалеко от ростова и это место славится многими вещами но одной из туристических таких особенностей что здесь находится самая высокая с пределами города заброшенная колокольня на самом деле здесь целый комплекс из церквей вот колокольня в данном случае самая высокая ее высота составляет 91 метр сейчас немножко расскажу подробно это месте сейчас вряд ли у кого-нибудь повернется язык назвать эти места расположенные всего 20 километров от ростова великого русской голландии а ведь когда-то здесь жили чуть ли не самые богатые крестьяне в россии в этом селе даже нашелся мастер самоучка архитектор любитель по имени алексей степанович козлов который задумал возвести здесь колокольню что будет повыше самой колокольни ивана великого в кремле в первой пристольной высота колокольни получилось 81 метр а в паречье 94 метра 28 сантиметров но данное разное видимо кто откуда мерил в третьем ярусе когда-то размещалось 10 колоколов долго не могли жители паречье получить разрешение на строительство колокольни тогдашние власти не желали появления здания которые будут выше самого ивана великого в кремле разрешили строительство потому что деревня располагалась в низинке то есть по абсолютной высоте над уровнем моря эта колокольня оказалась чуть ниже чем колокольни ивана великого а вообще-то село паречье рыбное известно еще с 14 века сюда приезжали русские князья на охоту 1374 году были построены деревянной церкви петра и павла при царевича михаиле романове по речи уловецкому именно так когда-то называлось это село было отдано в полное владение ростовское озеро при петре великом местные мужики поехали обучаться огородничеству в голландию жители выращивали на этой земле до 80 наименований лекарственных и душистых трав разводили огурцы зеленый горошек цикорий для стола русских императоров середине 19 века по речи стала богатейшим селом с двумя тысячами жителей в селе было 412 домов из которых 82 были каменные храмовый комплекс в церкви петра и павла и никиты мученика с колокольни ранее деревянные а позже возведенные из камня располагались на центральной соборной площади данный храм петра и павла строился с 1759 по 67 годы исключительно на средства пореченских крестьян огородников сохранились фрагменты воспоминаний сына графа владимира григорьевича орлова который побывал в поречье и он писал о том что крестьяне возвели ее за 50 тысяч рублей совершенно на свои собственные средства конечно главной жемчужиной этой местности был храмовый комплекс знаменитую колокольню начали реставрировать еще семидесятые годов прошлого века но так и не закончили после возведения храма петра и павла примерно через 12 лет он был расписан первостатейными ярославскими художниками а ярославская школа росписи всегда ценилась не только на руси но и за ее пределами а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 На сегодня у меня все! Надеюсь, видео вам понравилось! Не забудьте подписаться на канал и поддержать мой канал лайками! До новых встреч на новом месте! До новых встреч! Добро пожаловать в Казахстан!